Врачи, что мы ищем? Мы ищем лейкоциты и эритроциты, глюкозу, желчные пигменты. Вот это вот. Врач сам скажет вам, что есть патология или нет. Вы должны знать, что моча должна быть чистая. В каком смысле? Не вода, а она должна... То есть осадок, там одна-две лейкоциты, эритроцитов не должно быть и больше ничего. Удельный вес нормальный, врач знает какой, тысячи пятнадцать, тысячи тридцать. И без сахара, то есть без глюкозы, без желчных пигментов, без ничего. Если что-то обнаруживается, тогда этого ребёнка, смотря от того, что там обнаружили, надо, чтобы осмотрели. Есть очень частые, не очень частые, но есть случаи диабета в раннем возрасте. Поэтому появление сахара в крови, это один из признаков. Это один из признаков. Не в крови, а в моче. Это один из признаков. Общий анализ крови. Для чего он нам нужен? Причём, развернутая форма, а не укороченная формула. Только там лейкоциты, рои и гемоглобин. Нас это не устраивает. В спортивной медицине это не пройдёт. Нужна развернутая лейкоформула. Значит, лейкоциты должны быть распределены по формам. У них там шесть форм ещё лейкоциты, в зависимости от окраски. И я к чему хочу останавливаться? Хочу остановиться к тому, что есть такие, так называются микроэлементы в крови, которые называются эузинофилы. Кто-то из вас слышал, кто-то нет. А что они показывают? Они показывают уровень аллергизации организма. А в детском возрасте это очень часто бывает. Когда, какие организмы чаще всего, то есть на какие продукты они дают реакцию аллергии. На какие продукты? Цитрусовые. Цитрусовые. И белковые продукты. И белковые яйца. Брынза. Так? И шоколад. Шоколад, да. И сейчас особенно всё, что сейчас продаётся в магазинах, всё это тоже, всё, что блестит и шуршит. Всё это можно добавить. И эузинофилы норма, я говорю просто, чтобы вы знали, норма от нуля до четырёх. Мы находим восемь, двенадцать, пятнадцать эузинофилов. У нас был такой случай. Когда организовали, открылся городской лицей спортивный в Кишинёве, все дети проходили через нас. Все. И мы делали им не то, что я вам сейчас говорила, а полный объём. Там были ещё ортопед-травматолог, специалист, тестирование, кто у нас был, кинетотерапевт, педиатр, врач. И реакция на нагрузку. Мы определили, я вам это покажу сегодня, мы сделаем с вами. И когда один класс проходил у нас медосмотры, мы смотрим, я тогда работала заведующей, мы смотрим во всех анализах эузинофилы от десяти и выше. У всех детей, тридцать детей, у всех эузинофилы повышенные. Там тогда работала очень толковая врач Тамара Павловна, и мы с ней решили так, давайте, Тамара Павловна, будем их лечить от ляблиоза. Значит, при наличии ляблиоза, это один из признаков появления эузинофилов в крови. Ляблиоза. Поняли, да? Мы их вылечили, через месяц повторили анализов, фир, галамон. Вот и все, мы вылечили все. А это как передается ляблиоз? Через грязные руки. Это блюсты. Блюсты, да? Да, блюсты. По-другому блюсты. Анализы они сделали, они прошли глазное дно, пошли к окулисту. Главное, у нас есть очень много противопоказаний для занятий большим спортом, что касается глаз. Но главное, что они должны проходить у окулиста визус, то есть острота зрения, и глазное дно. Для чего нам нужно глазное дно? Для того, чтобы мы знали, имел ли этот ребенок сотрясение головного мозга в своем детстве. Потому что глазное дно – это картина головного мозга. Там сосуды показывают, какое состояние головного мозга. И после окулиста они проходят невропатолога. И невропатолог смотрит только после окулиста. И путем опроса, уже при наличии патологии на глазном дне, путем опроса он назначает лечение. Выставляет диагноз и назначает лечение. И берет ребенка на диспансерный учет. На диспансерный учет. А можно заниматься у кого внутричередно давление? Смотря каким видом спорта. В зависимости от вида спорта плавания. Шахваты можно. Да, можно. А это не можно? Можно. А это не можно? Шахваты. Это же насчет нагрузок тогда. Нельзя заниматься боксом. Синей до борьбы бокс. Единоборск. И проблимортиали. Как называется по-русски? Восточный единоборский. А легкой атлетикой? Да. А что, тяжелой атлетикой можно? А что можно? Легкой атлетикой можно. А волейбол? А волейбол? Конечно. В зависимости от какого вида. Ну, в общем, как бы, единоборство это понятно. Хотя вы не жди. В зависимости от того, что глаза водна. Если там есть изменения, это один вопрос. И смотря какой визус, какая острота зрения. Там много вопросов. Там много вопросов. И есть очень много патологий. Сейчас особенность. Сейчас очень много патологий. Как принимаются роды? Бокс вообще опасно. Почему ударил с этой стороны, глаза восстановились? По статистике, Бокс занимает не первое место, а десятое место. Да, это правильно. Потому что они более внимательны. Во-первых, правило. Во-вторых, экипировка. А есть такие виды спорта. Торнолыжные, автомобильные, спортивная гимнастика даже. Они более на первых местах с ним. Нам хватает восточное единоборство. Там на карате, где каратит, диагностик, репарит, тож. Это вообще нормальная ноги. Это же, наверное, что свечи в зону. Это вопрос есть. Да. Все. Это вопрос понятия. Пошли дальше. Значит, осмотр терапевта. Осмотр терапевта. На что обращает внимание терапевт? Он должен осматривать ребенка с ног до головы. И сейчас я вам покажу. Потому что я не включила сюда ортопеда, травматолога. Будет сам терапевт смотреть. А помимо терапевта вы будете смотреть на этого ребенка. Во-первых, должна быть хорошая осанка. Начнем с этого. Должна быть нормальная осанка. Я вам сейчас дам 10 признаков нормальной осанки. Вы их не запомните. Но вот со временем в вашей практике это все уложится. Где-то и вы это будете употреблять в вашей практике. Значит, нормальная осанка. Ребенок раздевается. Спиной к вам. Стоит ноги вместе. Руки расслаблены. Все. И вы смотрите со спины. Как у него стоит голова. Как голова поставлена. Или как правильно? Положение головы. Положение головы. Есть такой диагноз кривошеи. Знаете, да? Вот почему нужен этот признак. Положение головы. Здесь тренера пошли. Дальше. Линия плеч. Дальше. Линия плеч должна быть на одном уровне. Линия плеч должна быть на одном уровне. Там же или второй? Это второй. А ноги на ширине плеч? Нет. Ноги вместе. Други вместе. Линия плеч на одном уровне. Нижние углы лопаток на одном уровне. Мы рисуем этого ребенка. Если у нас подозрение, мы начинаем его рисовать. Спинку. Нижние углы лопаток на одном уровне. Если кто-то захочет раздеваться, я вам все это покажу. Мы нарисуем. Треугольные окна, то есть талиевые окна, покажу. Пишите. Талиевые окна. Это третье окна. Это третье. Это четвертое. Треугольные окна должны быть одинаково симметричны с двух сторон. Сейчас мы сначала напишем, а потом мы вам покажем. Ягодичные складки должны быть на одном уровне. Возьми вас. Давайте работать. Потом мы сделаем прерыв. Ягодичные складки на одном уровне. Коленные суставы должны быть вместе. Я вам сейчас покажу, скажу про патологию. Коленные суставы должны быть вместе. Ступни должны быть вместе. Как это называется? Формик суплантар. Плоскостоп. Плоскостоп это уже диагноз. На основании чего мы его ставим. Пятки. Пятки вместе. Это все понятно. Сходство. Да. Свод стопы. Одинаково с двух сторон. Свод стопы. Формик суплантар. Все. Сколько получилось у вас? Шесть. Семь. Что-то мы пропустили. Семь. Это главные признаки. Давайте начнем сверху. Я про Кривошей уже говорила. Я когда была в Ленинграде на специализации, где был маленький ребенок с Кривошей. И лечебная физкультура его лечила. И как они его тогда лечили? Это было очень давно и очень жестоко они его лечили. Мама держала ребенка за туловище. Инструктор Павел ПК за голову. И значит она тянет голову в обратную сторону. А что такое Кривошея? Кривошея это значит, когда шейные мышцы с одной стороны тонус повышены. И они тянут голову в эту сторону. А с другой стороны расслаблены. Поэтому тут дифференцированный массаж нужен. И акупунктура. И голоуказывание. И этим можно лечить очень легко и просто. Ну тогда вот так вот лечили. Ребенок кричал, но все плакали. Ребенок кричал, мать плакала. И результата никакого не было. Что вы хотите спросить? Вы лечили? Вы лечили коробные линии? Конечно. А, я не говорила про позвоночный стол, но я вам это сейчас покажу. Дальше. Линия плеч. Давайте вернемся к коленам, потом мы кого-нибудь разденем. Коленные, патология коленных суставов. Какие могут быть коленные суставы? О-образные и X-образные ноги. И вам сейчас дам пример. Икс-образные ноги. Это такая патология, военная комиссия, когда делает отбор рекрутов. Как по-русски правильно? Призывников. 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 Значит, они считают, что расстояние у X-образных ног. Докус. Расстояние на... Между коленами? Нет, не между коленами, а между стоп. Должно быть 15 сантиметров. Больше это уже считается X-образной и большая патология. У нас... Между стоп? Нет, между стоп. Значит, к нам пришел футболист. Скажу, чтобы вы запомнили. К нам пришел один футболист. У меня футболиста, мать хотела его отдать в лице на футбол. И мальчик пришел к нам, нормальный мальчик, когда мы раздели... Он жаловался на боли в ногах. Когда мы его раздели нижнюю часть туловища, что мы там увидели? Мы увидели хилые, практически без мышц ноги, начиная с тазобедренного сустава. И расстояние между стоп на земле было 45 сантиметров. Понимаете, да? Мышц никаких не было. И почему-то родители решили, что если он будет заниматься футболом, будет бегать, он будет, значит, приобретет нормальные... Значит, такая патология лечится только хирургически, чтобы вы не думали, что это так легко и просто. И лечебная кинетотерапия сейчас называется. Не лечебная физкультура, а кинетотерапия. Кинетотерапия, массаж, глоукалывание. Это восстановительный период. А в начале хирургический путь. Только так. У-образные ноги чаще всего встречаются у горных людей. Люди, которые живут в горах, и они ездят на ослах. Я была как-то в горах, и я там увидела женщин, которые выходили из церкви. У них у всех у-образные ноги. Они низково-ростые. У-образные. У-о. Они низково-ростые. Юбочки до колен. Сейчас тогда брюки не носили еще. И ноги вот такие вот кривые. У всех женщин. А почему? Потому что с детства их сажают на ослах. Завязывают с той стороны ноги. Ножки, чтобы они не падали. И вот они и катаются. Вот и развивается ребенок. И еще одна причина. Это признаки рахита, конечно. Значит, давайте мы кого-нибудь разденем, пожалуйста. Из молодых. Все молодые, но более молодые. Положение головы. Я сначала ее сама посмотрю. Лопатка одна выше, другая ниже. Ноги вместе, пожалуйста. Рахит. Значит, положение правильное? Да. Правильное. Уровень плеч. Линия плеча. Правильное. Давайте мне... Сейчас мы нарисуем лопатки. Лопатки стоят. Там держат такое не то. Это ровно. Одинаковый? Одинаковый. Теперь коровная. Вы что мы забыли писать? В позвоночный стол должен быть одна линия. Когда у нас есть... Есть... Сколезы. Искривление. Когда мы подозреваем, но мы не уверены. Когда мы начинаем рисовать все эти вот спинные... спинные эти вот отростки до званков. Дальше. Треугольные... Треугольники талии. Вот они. Вот они. Талиевые треугольники. Расслабьте, пожалуйста. Оставьте руки. Я расслаблю. Все одинаковые? Смотрите. Где? Я не вижу где. Нам будет. У нас равно больше. Нормально. Это правая сторона немножко больше. Я не знаю. Вот так, пожалуйста. У нас равно больше. Ну как? Нормально? Нормально. Нормально, да? Дальше. Ягодичные складки. Для чего они нам нужны? Ну, он же не... Сейчас. Это медицина. Пожалуйста. Мы это знаем. Мы это знаем. Вы можете еще понять. Я сама всю руку забыла 20 лет, так что... Я вас давление подняла. Значит, для чего нам нужны ягодичные складки? Для того, чтобы определить одинаковые ноги подлиннее. Чтобы вы знали, в норме половина населения имеет одну ногу короче, другая длиннее. А тогда не тянет? Допускается норма полтора сантиметра. Значит, полтора сантиметра, если нога, одна нога короче, другая длиннее, тогда это норма. Вариант норм. Когда два сантиметра и более, надо идти к ортопеду. Можно я разбил ее на одну минуту? Джаботинский два сантиметра. Норма. Считайте норма. Верненский два. Да, и у родниной тоже был родненный порог в сердце. Да, и она тоже... Вы сами знаете, какие у него... Так, коленные суставы. Какие тут у нас коленные суставы? Мощные. Тут два-образные ноги. Позоришь. Да и жмеха. А все, что у них есть. А все, что у них есть. Вот, вот, х-образные ноги. Ноги, извините. Это вида спорта, который... Да, вот, вот, я извиняюсь. Я думаю, что с Василием. Вы что, в кавалерии служите? Он говорит, что по кривым ногам узнал? Нет, по лошадиному орде. И все. И все. А сторона грубной глядки более выпуклая, а вторая менее выпуклая и так далее. Когда свободным глазом это видно, Вы отправляйте, пожалуйста, к травматологу, картопеду-травматологу. Потому что это ненормально. Но Вы не можете тут не выставить диагноз ничего. А так, вот, в общем, вы посмотрели, сразу видно, ребенок растет нормальный или кривой. Если его растет кривой, тогда отправьте к кемитотерапевту. Пускай разбирается и пускай начинаете его лечить. Кстати, когда Вы обнаруживаете такой диагноз, главное, ортопедический режим первое и второе плавание. Вот это лечит кривые сквозки. Можно вопрос, у меня есть девочка. Я заметила, когда она разделась, у нее... Ну, что в организме заканчивается в 25 лет. Так что не спешите. Ну, это... Это в книгах написано. Нет, нет, это же в книгах написано. Я сказала, с Ваней, она говорит, мы ходили к врачу, врач сказал, что ничего страшного. Хороший врач. Вот до жизни ничего страшного. Хороший врач. Там уж вы не дороги, до жизни не страшно. И вот что делать? Врач-то вошел, что там явно видно. А Вы посмотрите, я конечно знаю, поговорите с родителями, отправьте к специалисту. Также нельзя, вот, по телефону, после всего, отдавать и идут к педиатру, к терапевту. Что я сказала, они смотрят с ног до головы, мы насчет Асахи решили вопрос. А есть где-то уже все? Ну, к сожалению, но это очень плохо. Это очень плохо. Семейные врачи, они... Они такое говорят, что терапевты, ну, семейные, скажем, врачи знают очень много и ничего не делают. Хирурги знают очень мало и делают все. Да, так говорят у нас и у средних врачей. А через 10 лет еще можно будет? Все за день не поступали. Ну, будем адаптироваться к нынешнему спорту. Разрушили много. Что делать? Разрушили, где доставили, ничего не предложили взамен. К сожалению. Педиатр, кроме Асахи, он смотрит еще состояние внутренних органов. Вот тут мы с вами остановимся на патологию. Что может быть? Был у нас... Значит, я... Начнем... Ну, давайте, начнем с сердечно-сосудистой системы. Дать вам противопоказания или как? Да. Давайте я вам дам просто глобальные противопоказания для занятий спортом. Чтобы вы знали, если обнаружено определенные там диагнозы вам дают, тогда вы можете не взять, спокойно можете их не взять. Значит, противопоказания для занятий спортом со стороны сердечно-сосудистой системы. Врожденные приобретенные пороки сердца. Вот, кстати, мы сейчас обнаружили у трех детей, дети, которые занимаются в лицее, в спортивном, врожденный приобретенный порок. Вот, у меня был семинар с тренерами, и тренера говорили, что... А вы уже справка. Вот, молодцы, что вы... А, кстати, они были не дети, там было 12 лет, 14 лет и 15 лет. Они уже миллион раз проходили через врачей. И приобретенные пороки сердца. Потому что мы слушаем, как спортивные врачи. Нам это очень важно. Если там шумок в сердце, мы сразу отправляем на обследование. Мы не пропускаем ничего. А в поликлинике думают, что ничего есть. А шум может быть и на основании анемии. Я не говорила вам в крови. Гемоглобин на каком уровне должен быть. Кстати, можете отметить гемоглобин. Гемоглобин у девочек 120-140, у мальчиков 130-135, 160. 170 это очень много. Это тоже по дороге. Так какие взрослые? 160 максимально. Даже у ведущих спортсменов 165. Нет больше гемоглобин. И заодно уже пишите лейкоциты в моче. Это лейкоциты в крови. Вот 4 до 8. Это вы знаете. И роя. Тоже знаете. До 20. До 20. До 20 до 8. Там где 20, там уже надо искать очаг. Роя от 2 до 8, да? Да, от 2 до 8. У девочек, у девочек в пубертатном периоде до 12. Период роста, период возмужания с 12 до 16 лет. До 12. А у взрослых роя? От 2 до 8. То же самое. У женщин в периоде цикла до 12. А сахар? 3 и 3, 5 и 5. Ну это все знают. Сейчас у нас диабетиков, слава богу, у всех есть аппараты. Они сами себе мерят и знают. 3 и 3, 5 и 5. Это норма, да? Это норма. Там где 7, ставьте вопрос. Или вы вчера съели целый торт, или у вас развивается. И надо сделать повторно на фоне уже хорошего, нормального питания. Без славного. Потому что торт это большая нагрузка на поджелудочную железу. Так, дальше. Вернемся к терапевту, да? Вернемся к терапевту. Моя Николаевна, можно ли мне уйти? Не надо уйти. Пожалуйста. А как то будет показать? Я никого не держу. Пожалуйста. Какой показать? Значит, первое, это врожденный приоритетный порог сердца. Второе, это коаорктатия аорты. Это диагнозы врачебные, вам сложно будет понять. Одно слово, коаорктатия аорты. Ко. Коаорктатия аорты. Это когда аорта соединяется с другими сосудами. Это аномалия, это аномалия развития. Оно не должна быть. Аорт. Аневризма аорты. Или ведущих сосудов. Третья? Третья, да. Аневризма. А-не-вризма аорты. Или других крупных сосудов. Аневризма. Миокардиты токсические. Миокардиты токсические. Когда отравляется грибами, не только печень страдает, но и миокардит. Миокардиты токсические. И не только токсические. Но после того, это в остром периоде противоказма. После того, как он выздоровел, если выздоровел. Потому что миокардита это серьезная вещь. То есть, если он выздоровел. Через год сможет приступить к тренировкам. Да, это долго. Тромбофлебита. Знаете, да? Тромбофлебита. Я говорю в общем. Как узнать, что у тебя тромб? В зависимости от мегаспорта. Как узнать, что у тебя тромб? Тромб влебита это то, что видно визуально. А, визуально? Да, потому что такие анализы не делаются. Делается только по показаниям визуальности от возраста. Детям не делается. Вот у нас сейчас оперировали одного этого самого. И он во время операции тромб отскочил. Как узнать, что у тебя тромб нельзя то-то, то-то делать? Не зря с 40 лет начинают давать аспириду. Когда будете купором. С 40-летнего возраста все должны пить аспириду. А какой аспирид? Американский? Американский, конечно. Она же действует по сути желудка и... А где могила? А где могила, ты что? А где могила? А где могила? Да, да, да. Там же числота. А числота числая, не слота. А где есть? Кстати, если выше гемоглобин, это может способствовать тромбам? Да. Вот поэтому дает аспирид, да? Да. Вот это сердечком кардиомагнил, да? Вот это кардиомагнил, да? Кардиомагнил, да. Кто-то его пьет. Каждый день кто-то его пьет. Через день кто-то его пьет. Два раза в неделю. А, там дозировка пишется это? Там есть, дозировка стандартная. Так, кардиомагнил или аберрикаст сейчас пьет? Кардиомагнил пейте спокойно. Кардиомагнил пейте спокойно. Да, он специально сделан для этого. Магнил. Это так, ну, слово. И можно его каждый день пить по одной таблетке, да? Да. На ночь. А, ну, это много. На ночь. На ночь, да. На ночь. А, на ночь, да. А если он хорошо спал? А, где? С сорокалетнего возраста начинаем. А еще лучше с пятидесяти летнего возраста. Славяна, на ночь, да. А еще лучше, если ведем активный образ жизни. Это лучше. И следим за своим здоровьем, за питанием. Мы остались все и на питании, и на все. Можно его не принимать, да? Нет, надо его принимать. Как скажет вам семейный врач? О, очень хорошо. Как скажет семейный врач, а так. Дальше, что делает педиатр? Значит, противопоказания со стороны сердечно-сосудистой системы. Дальше, давайте мы возьмем почную систему. Почки. 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 Противопоказания занятий спорта во время обострения пиелонефрита. То есть пиелонефрит в остром периоде. Пиелонефрит в остром периоде. Пиелонефрит в остром периоде. Блумерронефрит. Кому? Это грозный диагноз. Глумер-уронефрит. Это что? Глумер-уронефрит. Опущение почек второй-третьей степени или бруждающая почка. Это глумер-уронефрит? Нет, глумер-уронефрит это другой диагноз. А что это? Это грозное заболевание, которое может привести к летальному исходу, если его не лечить. Но лечится. Опущение почек на сколько? Второй-третьей степени. Или в скобках можете писать бруждающая почка. Поликистоз, почек. Поликистоз, одно слово, почек. Когда одна почка, как гроздь, кистами обставлена. Это аномалия. Наличие одной почки. Только одна рождается с такой патологией. На УЗИ. Да, на УЗИ. Одной только почки. И аномалия развития сосудов почек. Аномалия развития сосудов почек. Нейропсихические заболевания. Просто два диагноза, да? Но вы должны их знать. Ипилепсия. Ипилепсия. МИАСТЕНИЯ. МИАСТЕНИЯ. МИА это мышцы. АСТЕНИЯ слабость мышц. Слабость мышц. МИАСТЕНИЯ. Слабость мышц. Пишите, пожалуйста, в скобках. Это развивается. В результате... Ну, там есть свой эти патогенез. Сложно, но у меня был такой один случай с МИАСТЕНИЯ. И при таком диагнозе не то, что спортом нельзя заниматься. Нельзя водить. МИАСТЕНИЯ, потому что мышцы слабы. И вот один такой пациент, он попал в аварию. Тогда, когда они были не в моде еще аварии. Тогда их не было вообще аварии. Но полная атрофия мышц. Вот в один прекрасный момент полное расслабление мышц. И он не смог залабить машиной. И он попал в авторнаст. Вот к чему я это говорю? К тому, что это очень грозный диагноз. И, кстати, его не лечится. Насчет эпилепсии. Насчет эпилепсии был у меня случай на караке. Когда ребенок во время схватки, во время борьбы упал. И у него был приступ на ковре. И поэтому в анамнезе это очень важно спрашивать у родителей. Нет ли у него предковременной потери памяти. И вы должны знать, что эпилепсия, приступ эпилепсии, кончается в зависимости от других видов потери памяти, кончается непроизвольным мочей, спусканием и дефекацией. Это вы должны. Это дифференциальный диагноз. Вась, Вась. Это эпилепсия. Скорик. Да, и... Менингиты. Гнойные менингиты. В течение года, в со дня выздоровления, ребенок не должен заниматься спортом. В течение года. Если не будет рецидивов, если все будет нормально, это будет хорошо, тогда может принимать его. Но гнойные, я имею в виду гнойные, не сирозные. Сирозные 4 месяца, 2 месяца, 40 дней мы даем на восстановление, а потом потихонечку начинает приступать к тренировкам. Сирозные. А гнойные менингиты – это серьезная вещь. Так, гинекологию я вам не дам. Почему? Почему? Потому что у нас... Так, офтальмология. Глазные заболевания. Врожденная катаракта. Меня был такой спортсмен, я его допустила. Но только с разрешением кафедры офтальмологии. У него была врожденная катаракта на одном глазу, белый глаз. Значит, и одним глазом только он видел. Он занимался... Сейчас он уже бросил спорт, имеет семью, все. Он занимался радиопеленгацией, и там бег по лесу. И мне так и сказали с кафедры, если в глаз что-то попадет, и он потеряет второй глаз, отвечать будете вы. Потому что это рискованная вещь, но все нормально, все. Кстати, он брал и на Европу первое место, и он стоит хороший мальчик. Я не могу эту подписку. Без подписки. Без подписки. Попроще. Глауком. Глаукома. Врожденная катаракта, да? Глаукома. Миопия с коррекцией более 5-ти диоптрий. Очки носят толстые. Вот 5-ти диоптрий это очки. Миопия. Миопия. Или близорукость. Безорукость. Врожденная. Минус 5-ти. С коррекцией 5-ти диоптрий. 5-ти диоптрий. С коррекцией 5-ти диоптрий. Опущение век верхний. Он не может открыть глаза. Сорок бегает. Есть такая патология. Сорок, белун есть. Есть, да? Да, он по ветеранам выступает за границей. Ездит, да. Не по ветеранам, а паралимпийских. А, паралимпийских игр. Сорок. Нет, опущенные ресницы. Дальше. Кожевел заболевания. Туберкулезы кожных покровов. Генерализованный псориаз. Какой вы сказали? Генерализованный. По общему, по всему телу. Псориаз. И генерализованная экзема. Знаете, что это такое? Это просто неприятно. Да, и есть у нас один такой спортсмен, эквандист. Называется это заболеванием. Ихтиоз. Пишите. Сейчас я вам расскажу. Ихтиоз? Да, Ихтиоз. Ихтиоз. От слова Ихтиандр. Кто читал? Рыбья чешуя. Да, чешуйчатая, да, витка же. Чешуйчатая витка. Есть у нас один такой тэквандист. Ну, парень уже взрослый, он уже вышел из спорта. Но у него этот Ихтиоз развит весной и осенью. Идет обострение. Да, и у него кожа как у рыбки. Как у рыбки, эффективно. Как у рыбки. А потом все это сходит. Не чешется, ничего. Но все, и лицо в том числе, все абсолютно. Руки, ноги, тело, туловище. Все. И гиперемия кожи. То есть красная кожа, да, покраснение кожи. И вот эти вот чешуйки. Верна прямо. Идиоз. Ну, мы его допустили, он занимался. Он занимался. Он знал, что у него это. Он прятался. Там же есть кимоно при этом Идиспорта. Но он, все знали, его принимали. Он простой парень такой, трудолюбивый. Боялись от нас. Женился у него, дети, все нормально. Дети, кстати, здоровые. Хотя это генетически передается. Дети здоровые. А у него с самого детства? Не нужно. Да, с рождения. С рождения. Да, и последнее склеродермия. Так. Склеродермия. Это грозное заболевание. Склеродермия. Склероз. Склероз кожи идет. Рубцы вот эти крупные, рубцы килоидные. Рубцы образуются на коже. Я вам грубо объясняю. Но это грозный диагноз. Несчастные люди. Вы страшно говорили. Это несчастные люди. Лор. Заболевание. Ухо-гурлоноса. Аномалия развития. Гортани. Аномалия развития гортани. Новообразование. Органов лор. Новообразование это значит лор. Рак. Лор органов. Новообразование. Новообразование. Ну, есть эндокринные заболевания. Там ожирение третьей четвертой степени. Ожирение? Ожирение третьей четвертой степени. Город. Что значит третья и четвертой степени? Третья степень это 70% выше своего нормального веса, который должен быть. И четвертая степень это два веса. Значит, если рост 160, он имеет 120 килограмм и более. Вот это вот четвертая степень. Слушайте, а по лору все? Такие больные. По лору все? Да, по лору все. А гайморовые пазмки? Это не противопоказание. Это не противопоказание. Это лечится, слава богу. Да, это, да. Часные простуды и так далее. Туберкулез костей и суставов. Туберкулез костей и суставов. Остеомиолит, острый и хронический. Остеомиолит. Это что у нас шепут? Сколиозы третьей степени. Остеомиолит это что? Остеомиолит. Остеомиолит это инфекционное заболевание костей. И образовывается свищ. Это медицинское, но вы должны это знать. Так, о чем я сейчас говорила? Сколиоз. Сколиоз в третьей степени. Гармошка. Спина это как гармошка. Есть S-образные. Русская, есть латынская S-образные спинки. Разные. Но когда видно свободным глазом, тогда сразу отправляйте к ортопеду и пускай ставит диагноз и пишет. Разрешает или не разрешает. На себя не берите. Деформация грудной клетки. Деформация грудной клетки. Остеопороз крупных костей. Остеопороз. Правильно вы сказали? Кифоз. Гиперкифоз и кифоз. Кифоз это, как по-русски называется, гибус. Горг. 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 Бывает и прождет. Да. А если вот так вот, вот так приподнятки плечи, голова в плечах? А что, это сутурность? Это сутурность, это нарушение осанки. Именно шейного отдела вызвана. Оля, это не лебедь. Дальше. Терапия. Барахиальная астма, первая. Кстати, у нас есть один боксер. Нарабишься, выждите почти 7. Ну, боксер. Он в зале, там ход, у него и так нарушена внешняя тахарь. Слежа, вас, выждите, что вы знаете, Да. И я про боксера хочу сказать, что отец приходит к нам, он и сына два раза в год аккуратненько приводит к нам на медосмотр во время, когда нет приступа. И один раз, это случайно обнаружили один раз, я его спросила мальчика, он был без отца, отец пошел куда-то по делам. Я говорю, как ты ночью спишь? Да, говорит, очень плохо сплю. Говорит, этой ночью у меня было 5 приступов. Я говорю, чего? Задыхался. Вот вам и диагноз. И, конечно, пришел отец, потом стал нас умолять, но мы его допустили под подпиской отца, и юридически это оформили через нотариус, потому что это дело серьезное, и респирать нам не хотелось. А что вот, извините, лечат эту бронхиальную астму какими-то запрещенными препаратами можно это? Нет. Вот как это вот правильно сказал, на бережной мышке все бронхиальные астмы, болезни, которые... Да, вот, свежий воздух. Но запрещенными препаратами, вы имеете в виду допинг? Да, да. Да. В принципе, раньше лечили бронхиальную астму гормонами. Так лечили. А гормоны являются запрещенные препараты. Сейчас этого не делают, потому что есть соленые вот эти... Соленые шахты. Шахты, соленые шахты. Есть иглоукалывание, есть нетрадиционные методы лечения, которые дают, кстати, очень хороший результат. И вот движение на свежем воздухе. Это самое главное. Гормоны не запрещенные сейчас? Они запрещенные. Для спортсменов они запрещенные. Они все лыжники с исправками не допускают. Ну, есть, там есть такая тактика запрещенной. Я знаю, как в России делается. Это было на одном семинаре. Вот, допинг-брук. Так. Какие деньги крутят. За один отрицательный ответ. А вот, что мы на него начинаем? Мы остановимся на этом. Так, бронхиэктазии. Дальше пишем бронхиэктазии. Это когда на конце бронхиального дерева кармашки с гноем. Они регионологически высвечиваются. Бронхэктазии. Одно слово. Бронхэктазии. Это наличие бронхиэктазии. Это наличие бронхиэктазии. Гноя бронхиэктазии. Давайте так расскажем. Бронхэктазии. А бронхэктазии – это пузырек с гноем. Это пузырек с гноем. Это бывает врожденное, бывает приобретенное. Был у меня такой тоже спортсмен. Внук его, значит, у него был диагностирован сахарный диабет. И он пришел ко мне и говорит, господин Амбросий, спрашивает, как мне быть, чтобы ребенка вылечить от сахарного диабета. Но у него была легкая форма. Но это был ребенок. Какой родор? Ну, где-то тогда ему было 8 лет. И, значит, мы – кишечник, желудок, почки и так далее. Все внутренние органы. Все внутренние органы. Так. И я говорила, злокачественные опухоли, да? Нет. Злокачественные опухоли. И почечно-каменная болезнь. Почечно-каменная болезнь. И желчнокаменная болезнь. Это не смертельно, но это диагноз, которого надо лечить. Надо выводить камни. Почечно-каменная и желчнокаменная. А сейчас очень модно. Камни уже, знаете, где образовываются? В слюнах, в железах. О-о-о. В области, да. Очень много сейчас обнаруживает камни. Очень плохая вода у нас. Печерпи-печерпи. Так. Еще пишите, пожалуйста. Посттравматическая спленоктомия. Был у меня такой случай. Тоже на карате. Когда после удара у ребенка пошла кровь. Вы же знаете, что в течение часа через сплену, как по-русски. Сплену называется. Как вы сказали? Посттравматическая спленоктомия. Это которая... Спленоктомия. Просто. Посттравматическая... Спленоктомия. Желочь. Нет? Нет, это не желочь. Чвертого склон. Ну ладно, потом склон. Вот этот, который с последним как был. Спленоктомия. Удаление сплена. А я не знаю, как по-русски сплен. А что это такое посттравматическое? А что это такое посттравматическое? Спленоктомия. Нет, посттравматическое. Она не знает. Она не может сказать. Она по-русски сплен. Она по-русски не знает. Легитонный панкреас. Легитонский панкреатит. Нет. Панкреатит. А что там происходит? Там гетрируется кровь. Там гетрируется кровь. А, селезенка? Селезенка. Да, селезенка. Удаление селезенки. Видите, долго мы шли к этому. Это что? Является противопоказанием. Может, как показали, я вас сразу сказал? Хотя, на тренировке по карате был у меня мальчик, которого ударили прямо в селезенку. Она разорвалась. И пошло внутреннее кровотечение. Благо, там скорая помощь. Легитонный панкреатит. Забрали сразу на операционный стол. Оперировали. Удалили. И через год он пришел опять на тренировки. Тренировка. И сдали. Селезенка приходила. Все нормально. А знаете, у Чехова не было селезенки. Его прозвище было человек без селезенки. Знаете? Вот так и крошу. Вот в основном эти все противопоказания для занятий большим спортом. Для занятий большим спортом.